Еще я хотел бы выразить благодарность, когда она вышла на наградение, она вышла в химию, да? Это какая-то гордость, она могла бы там и в очередь стоять, и там дьер, все жопат, одевать все платья, нет, она сказала, я выйду на национальном костюме, если позвольте, от имени журналистов ей вручить национальную одежду. Спасибо огромное, я получаю огромное количество поздравлений, поддержки и всего. Спасибо огромное, спасибо всем. Я родилась в Североказахстанской области, тогда в советском, ныне Аккаинском районе, в селе Аралагаш. Там же я выросла, училась в казахской школе, у меня мама русскоговорящая, и она хотела меня отдать в казахскую школу, ой, в русскую школу. Я сказала почему-то в свои 6 лет, сказала, что нет, я пойду в казахскую школу, и папа сказал, пусть идет, я ей буду помогать. И в общем, так, я закончила 11 лет казахской школы, вот, после этого я поступила в Петропавловский колледж искусств на актерский курс. Тогда Оразалах Жархан Сарсинбек, он художественный руководитель театра казахского, тогда он решил открыть экспериментальный курс, там на территории Североказахстанской области, именно казахский курс актерского образования. Я проучилась, параллельно я также работала в театре казахском, я в вспомогательном составе. После этого был кастинг, первая картина Сергея Дворцевого, куда я попала, и вот я поехала работать и сниматься в художественной картине «Тюльпа». После этого я поступила в московский вуз ГИТИС, ГИТИС сейчас называется российская, когда я училась, называлась Российская академия театрального искусства, потому что мне надо было после колледжа получать высшее образование, и я решила, что надо попробовать поступить в Москву. Ну, получится, не получится, чтобы потом не сожалеть, что я не пробовала. Ну, я попробовала и поступила. После окончания Сергей Владимирович пригласил меня на свою вторую картину. И вот мы на протяжении, в основном, шесть, ну, как по большому счету, шесть лет эта картина длилась. А на зиме и все, в зимний период мы снимали эту картину. И вот мы. Я про «Самал» говорю, да, то есть это великий успех. Это великий успех. Потому что, знаете, что такое «Канны»? «Канны» – это главный конкурс 20 лучших фильмов мира. А потом из них, как сейчас правильно сказал господин министр, выбирают одну лучшую актрису. То есть, вы представляете, какое количество фильмов в мире делается, сколько актеров? И лучше стала казахстанская актриса. Это казахская земля родила гор. Актер, актриса такую. Это великое дело. Это событие планетарного масштаба. Потому что вообще фестиваль «Канский» – это главный фестиваль на планете. И это событие планетарного масштаба. Я сказать, что я счастлив – это ничего не сказать. Я просто суперсчастлив. Я сама говорю только сейчас то, что ты знаешь, то, что она получила в ГИТИСе. Она училась в ГИТИСе в одном из лучших вузов Европы, в Москве, в театральном вузе. Надо передавать здесь, в Казахстане. Надо открывать актерскую школу. Надо, чтобы люди понимали, что такое мировой уровень актерского исполнения. Ну, знаете, просто есть какая-то режиссерская интуиция. Ты как-то видишь сразу. Мне многие люди говорили, что она не сможет, ей было 19 лет, она не потянет там. Но, знаете, есть как-то видишь, вот как-то видишь это. Я сразу увидел, что она потянет не только тюльпан, а вот эту картину Айка, которая была в Каннах сейчас. Мне было ясно, что… Я даже сценарий делал, собственно, под нее. Ну, и просто была такая история, я знал, что в Москве около 250 киргизских женщин отказались от ребенка и от детей оставили в роддомах. И мне было удивительно, потому что я же, в общем, вырос в Казахстане, я хорошо знаю менталитет азиатских женщин, что от детей, ну, как бы странно, когда отказываются азиатские женщины. То есть это трепетное отношение к ребенку, это в природе азиатской матери, ну, как и любой матери, но азиатской особенно, да. И я думал, что происходит, почему они так отказываются. И когда я начал исследовать, начал встречаться с людьми, конкретные судьбы уже видел, людей, я понял, что это вот такое явление, почему-то люди вот жизнь заставляют их так делать. Ну, хотя сейчас уже поменьше этого стало, может быть, чуть-чуть все это полегче стало. Но я тогда понял, что я хочу сделать фильм на эту тему. И, конечно, легче всего было взять кыргызскую актрису, но я не знаю такого уровня актрис в Кыргызстане. А сама я знаю хорошо. И я знал, что она это сделает. И когда сценарий мы делали с Геннадием Ассорским, я знал, что сценарий этот пишется под нее конкретно, под ее возможности. Я знал, что это будет трудно, что будем долго снимать, будут трудные погодные условия. А для актера еще важно, кроме того, что он был бы просто хорошим актером, талантливым актером, важен еще характер. Вот у нее есть характер. Я не знаю, откуда это взялось. В ней есть какая-то жип. Вот казахская земля родила такого человека, у нее есть очень твердый стержень внутри. И она до последнего все делает, не сдается. Такой мощный характер. И мы с удовольствием приглашаем на 1 июля открытие Евразийского кинофестиваля. Скрывать им будут. Это огромнейшая честь. Это мы сейчас просто не осознаем, каких успехов мы достигли. Ну, сама достигла. Если была бы это частная история, то несколько раз, то, конечно, мы бы чувствовали. Это когда мы даже не воображаем. Это больше, чем олимпийская медаль. Но олимпийскую медаль мы, благо, 4 года один раз получаем. Да, уже как-то Честен, Рыбакову, Шишегину, там же Апаргуль, других. Это первый случай. Это мы просто еще от себя не могли прийти. Мы всех вас очень благодарим. Я уверен, что будете большие победы, большие пресс-конференции. И 1 июля вас приглашаем на красную дорожку. Спасибо.